приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 5 сентября поговорим о том что обязательно нужно сделать в этот день и на какие моменты стоит обратить внимание чтобы этот день согласно народным приметам пришел для вас успешно и благополучно 5 сентября православная церковь почитает память лупа солунского который был верной слугой великомученика дмитрия солунского проживал луп в конце 3 века в начале 4 века и он присутствовал при кончине своего господина кровью великомученика он смочил свою одежду и взял с его руки перстень луп именем дмитрия солунского творил в солу не многие чудеса за то что он разбил языческих идолов его преследовали язычники но святую остался невредимым он добровольно сдался мучителем и по приказу императора максимя нам был усечен мечом в народе по традиции народного календаря 5 сентября отмечают лупа брусничника которого назвали так потому что к этому дню обычно поспевала вкусная брусника преподобный луп был непревзойденным целителем поэтому на этот праздник наши предки всегда возлагали большие надежды а еще шли за брусникой потому что верили что в пятый день сентября она достигает пика своей зрелости в представлении наших предков лук был рыжеволосым мужиком который ходил по улицам и хлопал по спинам крестьян поэтому при виде незнакомого рыжего мужчины кланялись ему в пояс и просили ударить на счастье 5 сентября наши предки ходили на болото и в лес по клюкву и бруснику если встречали там старика потерявшего лукошка то сторонились его опасаясь что это леший вышедший осмотреть свои владения из собранных ягод наши предки варили варенье компоты и пастилу а также готовили моченую бруснику которую добавляли в пироги и блины или медовые десерты по спелости брусники судили поспел ли овес чтобы его убирать так согласно народной примете налитые соком ягодки указывали что пришло время к его сбору также 5 сентябра убирали лен 1 к раскладывая его на земле для просушки после которого он становился мягким и гладким с этого времени в северных областях обычно начинались первые заморозки народе говорили лупинский заморозки на овес садятся брусникой сластятся святого лупу знали что он ходит по земле в этот день и конечно же в этот день как мы уже сказали поспевала брусника и женщины и дети шли в лес собирать ягоды которые многие хозяйки мочили на зиму и обращаем ваше внимание что бруснику перебирали промывали обязательно холодной водой насыпали в эмалированную или стеклянную посуду в деревянные бочки и заливали охлажденной кипяченой водой вода должна полностью была покрыть ягоды сверху укладывали кружок закрывали чистой льняной материей и клали какой-либо тяжелый предмет заливали бруснику рассолом сиропом на 1 литр воды нужно взять одну чайную ложечку соли и 100 грамм сахара воду необходимо было прокипятить и охладить в клуб бруснику можно было добавить нарезанными дольками яблоки корицу или перец и хранили такую вот моченую бруснику в прохладном месте излюбленным напитком наших предков была брусничная вода собранные на лупа брусничника ягоды помещали в бочку конечно же знахари в этот день собирали коренье и листья брусники которые использовали как противовоспалительное и дезинфицирующее средство также обращаем ваше внимание что если вы 5 сентября задумаетесь о смесь о смене работы переход на другое место то лучше отложите это занятие на другой день потому что резкие перемены в этот день не сулят ничего хорошего также в этот день 5 сентября не раскрываете сегодня никому ни свои ни чужие секреты есть вероятность что изложенная вами информация станет достоянием общественности а вот женщина в этот день запрещалось расчесывать волосы наши предки верили что расческа может забрать жизненные силы также для того чтобы зарядиться энергией и здоровьем перед холодами крестьяне в этот день варили обязательно целебный ягодный морс него добавляли обязательно святую водичку травы мед и читали над ним специальную молитву в этот день наши предки обращались и за помощью к своему ангелу-хранителю говорят что он отгонял плохой сон и успокаивал кроме этого небесный спаситель может посоветовать как убрать из своей жизни все отрицательное отметим что если сегодня вы взяли в руки колючие и режущие предметы это точно не приведет вас ни к чему хорошему если у хозяина нет домашних животных то следует забыть про то чтобы выходить из дома далеко в этот день не стоит в пятый день сентября пытаться нарушать правила и запреты в противном случае вы можете столкнуться с ужасными последствиями что же нельзя делать 5 сентября по народным приметам считается что лупа в день нужно привести в покое и смирение 5 сентября не стоит жаловаться на жизнь чтобы не накликать бед а те кто в этот день осуждает других людей и пытается выведать чужие тайны и вовсе ждут всевозможные неприятности в этот день не следует и приобретать дорогие украшения так как их покупка может стать причиной долгой болезни наши предки также считали что в день лупы и брусничника стоит быть аккуратнее и не наступать в грязь а иначе с испачкавшимся человеком в этот день может случиться что-нибудь опасное не принято было 5 сентября и одалживать не деньги не вещи потому что это сулила заемщику потерять удачу в этот день также не подметают и не моют полы чтобы не навлечь на свою семью тяжелые болезни и бедность а еще в этот день ни под каким предлогам нельзя было стричь волосы и ногти иначе таким образом вы можете укоротить себе жизнь и подорвать здоровье также в этот день не стоит сплетничать обсуждать других людей раскрывать секреты как свои так и чужие а вот в этот день если вам приснился сон то знаете что каждая деталь вашего сна имеет определенное значение если вам приснилось мыло то знаете что так потери или к смене работы если вам приснилось горчица то этот получению плохих новостей если вы нашли где деньги найдете во сне то это к бедности а вот если муж что это к хлопотам человек который родился 5 сентября обладал неимоверными интуитивными способностями это позволяло ему избегать неприятностей и добиваться успеха во многих начинаниях ему следует обязательно носить опал друзья также кому интересно и кто дослушал уже до этого момента это видео на 5 сентября мы для вас приготовили маленький подарок для этого какой подарок это татаро карта таро на 5 сентября для этого вам нужно написать следующую информацию в комментариях под этим видео в течение пару часов мы вам скажем какая карта на этот день вам выпало и так напишите свое имя напишите число месяц и год рождения и напишите я привлекаю деньги и достаток 5 сентября также вы можете написать те пожелания материальные блага которые вы бы при хотели бы привлечь в самое ближайшее время так что вас ждет такой подарок карта таро на 5 сентября поспешите а знахари 5 сентября во время заката собирали брусничные корни для того чтобы использовать и как противовоспалительное средство также в лупа в день читали обязательные проводили обряды от соперников и соперниц проводили отвороты специальные ритуалы и обряды ну и конечно же в этот день вы также можете провести ритуал чтобы сапи соперница жизнь не портила вам нужно 5 сентября взять два ножа которые предварительно следовало затупить положите христ их крестом на любую вещь мужа и прочитать следующие слова господи божий помоги от казней с козней соперницы коварной защите чтобы не могла она мне навредить со свету сжить чтобы колдовством своим не вредила мужа моего от меня не уводила после этого нужно завернуть ножи белое полотенце и сказать к ткань это бела таки жизнь моя пусть будет чисто чтобы никто мне не мешал мою семью не разрушал эти ножи ножи нужно спрятать до прихода супруга а он должен их наточить после полотенца в которой они были завернуты дать мужу вытереть руки вот друзья такое у нас в день 5 сентября с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии а мы с вами друзья уже услышимся в следующем видео всех вам благ